Друзья, всем привет! В этой серии видеороликов я продолжаю держать вас в курсе всех реальных событий на рынке по продаже новых автомобилей. Последний сюжет на подобную тему выходил 29 марта. И уже тогда я говорил, что продажи встали, многие менеджеры начали жаловаться на то, что трафик резко упал. Посетителей в автосалонах практически нет, звонков стало сильно меньше, продажи, естественно, не осуществляются. На сегодняшний день, на момент выхода ролика, 13 апреля, а запись идет на 12 апреля. Я работаю сейчас, внимание, по всей стране, поэтому в этом видеоролике вы узнаете актуальную информацию того, что действительно происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Я себе сделал темы, о которых вам обязательно нужно рассказать. Ситуация меняется стремительно, вот две недели этого достаточно для того, чтобы кардинально уже что-то изменилось в автобизнесе. Поэтому присаживайтесь поудобнее, я постараюсь не торопясь под чашечку кофе вам все детально, спокойно рассказать. Подозреваю, что ролик будет длинный, но я сделаю тайм-коды, кому что надо, пожалуйста, смотрите. Но рекомендую посмотреть его, послушать фоном весь, для того, чтобы вы понимали, что происходит на рынке. Более того, в этом сюжете от меня лично для многих менеджеров будет хорошее предложение, и для многих потенциальных покупателей автомобилей тоже. И у меня есть шикарный спонсор выпуска, который многим менеджерам по продажам, не только из автобизнеса, будет полезен. Поэтому не пропустите эту рекламку, как никогда. Мы начинаем прямо сейчас, поехали. Итак, начнем мы с вами с конца. Значит, первая половина марта для многих дилеров была шикарной, потому что в панике люди вливали свои денежки в товар, так называемый, и забирали автомобили практически по любым ценам. Вторая половина марта резко изменилась. Официальные производители все так же поднимали розничные цены, глядя на то, что доллар по 120 рублей. И, соответственно, дилеры делали от себя еще бешеные наценки. Таким образом, продажи резко встали на ноль. С начала апреля это вот не кликбейт, а действительно так один менеджер охарактеризовал. У них начались голодные игры. Что это такое? Рассказываю детально, но на самом деле для менеджеров ничего смешного нет. Вот вы сейчас услышите. Выходит руководство и говорит, ребята, вас слишком много. Машин меньше становится, поставок будет меньше. Соответственно, кого-то из вас придется увольнять. Вообще изначально должны сократить. Что такое сокращение? Три или пять окладов должны дать, чтобы ты мог какое-то время найти себе работу. Что происходит на деле? Менеджерам ставят условие, что если ты до 15 или 17 числа, то бишь до середины месяца не продашь два автомобиля, ребята, вдумайтесь, хотя бы два автомобиля, то ты идешь на увольнение. Информация, которую я вам озвучу в подобных сюжетах, основана на личной практике и на огромном количестве общений с различными менеджерами. Я вам не могу выкладывать каждую переписку. Во-первых, их очень много. Во-вторых, все пишут на анонимной основе. Никто не хочет, чтобы я рассказывал, что за менеджер, что за салон. Но для того, чтобы вам понять общую картину, этого более чем достаточно. Именно поэтому я вам больше рассказываю, нежели чем показываю визуализацию в виде различных переписок. Здесь же менеджеры сразу делятся на несколько категорий. Это важно понимать. Есть молодые ребята, у которых какая-то своя квартирка есть, нету жены, нету детей, и им попроще. У них нету долгов. Уйдет, будет гулять. А есть люди, у которых жена, ребенок, квартира в ипотеке, машина в кредите. Он раньше работал, у него был доход. А сейчас ему говорят, чувак, пока. Все, мы тебя просто-напросто увольняем. И ты это сделаешь сам, по собственному желанию. Те, кто встают в штуки и говорят, ребята, а я не могу. Как это? Я осталось безо всего. Вакансий на рынке сейчас все меньше и меньше. Куда я пойду работать? Сокращайте меня официально. То бишь, просят сделать это по закону. Ему говорят, не-не, чувачок. Если ты хочешь по закону, тогда мы тебя просто принудим уволиться самостоятельно. Ты будешь приходить к нам с желанием согласовать условия по автомобилю. А мы тебе ни один автомобиль не дадим согласовать. То бишь, ты не сможешь продать вообще ничего. А у них, чтобы вы понимали, сейчас настолько стало все жестко, что им убрали все их мотивации. Вот продает менеджер автомобиль с наценкой миллион, ему дают 15-20 тысяч рублей. Все. И, соответственно, оклад у некоторых вообще ноль. То есть, некоторые приходят работать с нолем, потому что ты зарабатываешь непосредственно с каждой продажи. И раньше это было выгодно. Продал 10 автомобилей, ты мог заработать с этих 10 автомобилей свыше 100-150 тысяч. Это если мы даже берем масс-сегмент. Про премиалку типа Mercedes, BMW, Audi. Там зарплаты могут быть реально 300-500 тысяч рублей. У кого-то даже больше. Это действительно реальные цифры. А сейчас получается так, что их начинает всех выкидывать. И менеджеры теперь говорят, какое же сучье у нас руководство. Когда они два года просто наживались и зарабатывали огромные деньги благодаря этим самым менеджерам. Потому что менеджер и есть ключевое звено в салоне. Он бегает и втютюхивает потенциального покупателя автомобиль с наценкой, с допами в виде ковриков за 100 тысяч рублей. А ему за это дают какую-то копеечку. Львиную же долю забирают себе боссы. И сейчас эти боссы, у которых есть запас как минимум 3, а то и 6 месяцев кое-как пытаться содержать этих менеджеров, чтобы они хотя бы могли жить. Они говорят, не-не-не-не-не. Не можешь продавать по текущим условиям. Ты нам не нужен. Таким образом идет резкое сокращение. И это происходит практически у всех брендов. Есть некоторые бренды, которые считаются зарубежными и у них отношения как в зарубежной компании. Но это продлится не так долго. Вот, например, один из дилеров BMW в Москве рассказывает. Поначалу все вроде было бы хорошо в первую половину и вторую половину месяца марта. Сейчас же, на текущее время, убирают все, на чем можно сэкономить. Раньше вы приходили, вам кофе могли предложить, теперь кофе нет. Стараются избавляться от всего того, что связано с бумагой. Бумага-то нынче дорогая. Реально, оставляют только исключительно под договора. Дать листочек что-то записать? Записывай себе в телефон. Избавляются от всех людей, которые не нужны изначально для бизнеса. То есть, менеджеров еще придерживают. Где-то в кредитном отделе было там 10 человек, станет трое, а то и двое. В общем, на всем, на чем можно сэкономить, сейчас так называемая идет оптимизация. Касательно продаж вообще в целом. Продажи у дилеров, внимание, вы вдумайтесь, по всей стране, не побоюсь этого слова, упали на текущий момент примерно на 90-95%. Это так и есть. Вот буквально сегодня утром общаюсь с дилером в Москве Volkswagen. Такой дилер, куда я раньше звонил, как правило, всегда они были заняты. То на выдачах, то выходной. И дергаться нет смысла. Ну, смысл, выходной же. Выйду на работу, будем обсуждать рабочие вопросы. Сейчас уже все подобные пишут сами. Вспомнили про блондинам, потому что голодные игры, ребята. Голодные игры. Задаю вопрос. Как продажи? Ноль. Ребята, ноль на момент 12 апреля 2022 года. Как вам такое? И подобные происходят повсюду. В Питере то же самое. Все люди пишут, что была сначала большая наценка менеджера. Постепенно, постепенно эти наценки начинают снижаться. Но все равно народ не готов покупать автомобили по розничным ценам. Потому что они космические. Все хотят, чтобы как минимум это все падало. Плюс ко всему, многие, кто приходят, видят, что продажи стоят. Народа нет. Люди вот теперь наконец-то начали делать хитрее. Типа, возьмем-то я паузу. Недельку, две, месяцок. Посмотрим, что будет дальше. А на основании этого людей-то нет. И дилерам приходится делать следующее. Это убирать наценки. Некоторые уже начали снижать розничные цены официально. Об этом мы сегодня поговорим. И еще плюс к этому делать дополнительные скидки. Большие скидки. Такие действительно есть. Значит, соответственно, ситуация печальная. Многие уже сидят в панике. Голосок у многих уже трясется. Потому что, общаясь по стране, некоторые рассказывали. Да я вообще всю жизнь был на хорошем счету. Я всегда хорошо продавал. И подумать не мог еще в середине даже марта, что меня могут уволить. А ему говорят, все, до свидания. В предыдущем выпуске я вам рассказывал, что, например, было три салона. Потом переходят все потихонечку в один. И, соответственно, сейчас с помощью этих голодных игр отсеется лишнее. Останутся и серии те, кто смог что-то продать в апреле-майе. Вот они и будут работать. Остальные пойдут в лес кур воровать. Если, конечно, найдут еще в этом лесу кур. Значит, что я на основании этого хочу предложить. Ребятки, приветик. Я блондин. И я могу вам помочь с продажами. У меня есть, знаете что, телеграм-канал. Телефончик специально убрал в сторону. В который я на регулярной основе публикую сейчас предложения ото всех официальных дилеров со всей нашей страны. Значит, что мне нужно? Мне от вас на номер телефона, который будет в описании, присылайте. Внимание, ребята. Только лучшие предложения. Хрень вашу, вот эту вот и серию. Это ликвидная позиция, но с наценкой в миллион, которая стоит полгода. Оставьте ее себе. А еще лучше, передайте вашему руководству. Пусть они сами ее продают. Пусть они сами выходят в зал и показывают вам, как надо, людям, которые чудесным образом зайдут к вам в салон, продавать автомобиль, вот эту помойку. За такие деньги. Соответственно, все то, что по РРЦ и с допами в подарок, все то, что вы будете в ближайшее время сливать со скидкой от РРЦ, вот это, пожалуйста, присылайте. Таким образом, я закидываю это в Телеграм, люди это видят. Ходят сами понимать, что это хорошее предложение, я помогаю организовать сделку, и вы проходите в следующий тур, продав этот автомобиль и остаетесь дико счастливы. А все те, кто хотят потенциально купить, ребята, залетайте точно так же в Телегу, вы будете видеть и понимать, что вот есть реально выгодные предложения по текущим условиям рынка. Зачастую мне пишут, да это дно, а это очень высокие цены. Те, кто так считают, я с вами полностью согласен, так оно отчасти и есть, но вы пройдитесь по салончикам и посмотрите, по чем там торгуют. Зачастую сами же менеджеры в шоке от того, откуда берутся такие цены. На днях буквально покупали Nissan X-Trail Qashqai в регионе, вот по такой же схеме, когда человек у себя в регионе нашел этот автомобиль в точно такой же комплектации на миллион дороже. А разница ни в чем. Просто наценка от дилера. Поехал в регион, купил, забрал, остался с выгодой. Это мы еще сегодня тоже затронем. Поэтому вам настоятельно всем рекомендую первые ссылочки в закрепленном комментарии, подписаться в два клика, будете следить, смотреть и будете вообще понимать, что происходит на рынке. Плюс я туда выкидываю различные инсайды, когда что-то появляется от дилеров и серии, идем на снижение, продажи встали, там что-то изменилось, чтобы вы в принципе в течение рабочей недели знали, что происходит. В любом случае, все те, кто приходят, приходят за свои выгоды, чтобы сэкономить денежки. Поэтому, ребята, двери открыты. А вот сейчас самое время познакомить вас со спонсором этого выпуска, особенно всех тех, кто занимается продажами, кого сейчас турнут. Вполне возможно, вам это будет интересно. Ранее на этой кухне я вас знакомил с Евгением. Молодой парень, успешный посредник. Евгений ведет свой канал, где, собственно, занимается посредничеством в перепродаже овощей. Казалось бы, овощи. А вот вы посмотрите, как молодой парень честным трудом делает бизнес. У нас везде все купи подешевле, продай подороже. И он это в открытую показывает, рассказывает, сколько на этом можно заработать. Когда все теряют работу, я думаю, вот эта история вполне может заинтересовать. Потому что с овощами пока что проблем нет. Но здесь тоже нужно успевать. Общался сегодня утром с ним. Картошечка, морковочка уже вся раскуплена. Поэтому ждут свежий сезон. А на носу, посевная, на носу будут зерна. Добрый день, дорогие друзья. С вами Евгений. Я нахожусь в Тамбовской области. На территории, где хранится зерно. Приехала сюда, ребята, потому что начинают заниматься этим. Занимаюсь я оптовым бизнесом. Посредничество, кому как удобнее. Уже практически 6 лет. Как я вам говорил ранее, уже на этом канале и не первый раз. Тут все полностью без вложений. В любой сфере, в любой нише. Я, например, выбрал аграрное направление, сельхоз направление. Кому как удобнее. И, ребята, я запускаю на своем канале интересный ряд роликов. Где я разбираю зерно с нуля. Потому что для меня это практически незнакомая ниша. Я в ней работал, но не прям как в картофеле. Я буду снимать, как я ищу поставщика. Как я ищу клиентов. Как я буду ездить по этим складам. Брать образцы, возить их в лаборатории. Отправлять результаты клиентам. Ребят, будет также интереснейший конкурс. Будет два победителя. Я решил, что пускай будет два. Вы любите халяву. Ее все, в принципе, любят. Первый человек определится уже после сразу же первой части ролика. Вот вы видите этот ролик. Сейчас у Димы вышел. И уже на моем канале, соответственно, тоже вышел параллельный ролик. Для участия нужно просто поставить лайк под видео. Комментарий оставить. И в телеграме, ребята, все. В режиме онлайн я проведу розыгрыш. Скажу, кто победитель. И первый человек, ребят, я полностью доведу до результата. Это будет либо через скайп, через зум. Телефонами обменяемся. Как удобнее. И второй человек. Ребят, откуда бы он ни был, где бы он ни жил, я к нему приеду. Проведу там неделю. Жить у вас я не буду. Не переживайте. Не беспокойтесь. Мы с вами объездим в хранилище. Найдем поставщиков в разных сферах. Сейчас лето. Можно заниматься пиломатериалом. Зерно. Металл. Скотоводство. Только КРС. Крупно-рогатый скот. Ребят, ниш полно. Щебень. Все что угодно. Это будет интересно. Я все это буду снимать также на YouTube канал. Если вы думаете, что это подставной, ребят, выиграет человек из любого области. Я даже не знаю, с какой сам. У меня в любом случае есть там подписчики. Я также с ними встречусь. Это все будет снято на YouTube канал. То есть я не думаю, если человек сейчас из Владивостока выиграет, у меня там 100 друзей есть, которые соберутся. Нет, ребят. Это будет действительно очень прикольно. Вы просили меня в тот раз. Жень, покажи больше, покажи больше. В этот раз, ребят, будет больше. Я буду все показывать. Все досконально. Потому что сфера для меня изучена буквально на 20-30%. В принципе, ребят, все. С вами был Евгений. Я всем желаю успешных сделок. Кто уже занимается этим, молодцы. Вы меня, в принципе, хорошо приняли в тот раз. И я очень этому рад. Поэтому, ребят, всем здоровья и всем успехов во всех ваших начинаниях. Поэтому, ребята, вперед по ссылочке в описании. Переходите, подписывайтесь на все его каналы, телеграм, все, что он создает. Смотрите, принимайте участие. А мы двигаемся дальше. И вот на основании того, что продажи падают и падают, а менеджерам нужно что-то продавать для того, чтобы не вылететь с работы, продажи реально стали душевней. Вот сейчас, когда мы, например, бронируем автомобиль, когда человек говорит, да, я готов его покупать, меня все устраивает, давайте заниматься. И я говорю об этом менеджеру, он просто настолько счастлив. Он говорит, бро, это что? У меня реально за последние два, за последние две, у некоторых три недели будет первая продажа. Ес. Одному менеджеру подкинули две продажи. Он вышел в следующий уровень. Одному нужна была одна единственная продажа. Если будет трейдин, это его спасет. Она была с трейдином. В общем, люди просто счастливы. Когда некоторые приезжают в регионы, вы вдумайтесь, продажи через регион. Вот теперь настала клиента ориентированность. Человек выходит из аэропорта, его встречают на премиальном автомобиле, на флагманском автомобиле от марки, везут его в автосалон, показывают ему машину, все делают на высшем уровне. После этого, пожалуйста, вручают ключи, он уезжает домой. Значит, здесь хочу добавить касательно покупки через регион. Очень часто встречал отзывы людей, когда общаешься, говоришь, ну вот, нужно за машиной проехать там тысячу км. Дилер официальный, но он находится, ну пусть это будет там Ростов-на-Дону, там еще какой-то, любой город. Ой, не, я не поеду. Но я им объясняю, что смотри, в Москве такая машина будет сильно дороже. А сильно дороже это от 300 до миллиона, а то и больше рублей. Это действительно такой разбег может быть. Я, честно говоря, не понимаю людей. Но неужели сложно посчитать? Смотрите, билет на самолет, вы прилетели, вас встретили, или вы сами приехали там на премиальном такси, если хотите, до автосалона. Осмотрели автомобиль, оплатили его, поставили его на автовоз. Это можно организовать доставка от салона до дверей вашей квартиры. Вы выйдете из подъезда, машина будет стоять возле дома. И за все это вы отдадите гораздо меньше денег, нежели чем вы купите возле дома. То бишь, вы прилетите в другой город, купите машину, при вас ее погрузят. Вы поедете в ресторан, пообедаете. Прилетите обратно домой, и как раз к вечеру этого же дня автовоз с машиной будет возле вашего дома. За все вы там потратите 50 тысяч рублей, но при этом львиную долю вы оставите в кармане. Подчеркиваю, что бывает такое, что выгода 50 тысяч рублей. Это, например, касательно рапидов, таких более доступных автомобилей. Здесь уже вопрос. Надо оно вам, не надо. То есть нужно считать. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Ну реально, сейчас в каждой продаже менеджеры радуются так, как никогда, как первые продажи, когда они только устроились на работу. Вот это вот не может не радовать. Двигаемся дальше. Кто снизился в цене? Ну в первую очередь я об этом информировал в телеграме канала, что китайцы, а в частности Хавал, понизили официально розничные цены на модели F7 и F7X на 250 и 260 тысяч рублей. Плюс ко всему, они изначально запустили шикарную программу совместно с сетелем банком, он же Сбер. Но здесь произошла интересная ситуация. Они там попали под санкции и буквально в течение двух дней эта программа отменилась. А что она в себе несла? Там реально можно было получить ставку 3%, честных 3%, но везде были условия про 3% при первоначальном взносе 60% от цены автомобиля и на один год. То бишь такие, в принципе, выгодные предложения. Кому на 3-5 лет можно было получить ставку 10,9, 12,9. В общем, такие ставки, честные, которые были раньше, они в себе несли только каска. То есть страховок жизни, гапов, там ничего не было. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, навязывать тебе не будут. Но на данный момент их убрали. Тем не менее, буквально вчера присылают о том, что Хавал делает еще дополнительно поддержку по минус 150 тысяч рублей от текущей розничной цены. С учетом того, что она понизилась. Вот это, по мне, шаг хороший. А что их к этому подбило? Я уже рассказывал. Склад, куда привозят автомобили, полный. Дилеры машины не разбирают. Соответственно, что с ними делать? Можно сидеть на них смотреть, а можно прийти в себе и начать понижать цены. Тем более, мы рассказывали, что доллар падает. Это интересная история. Как только доллар растет, цены сразу поднимают. Как только доллар падает, сразу счет рассказывает, что доллар к цене не привязан. Здесь логистика, здесь совсем другое. Вы не понимаете. Курс доллара никак не влияет. В общем, раз, два, три, четыре и поехали. Далее, факт, китайцы понижаются. Не все, но уже первые шаги есть. Далее, Nissan. Тоже пришла рассылка ребятам, что по 10 апреля продажи ноль. Соответственно, динамика вообще нулевая. Звонков нет, ничего нет. Поэтому, ребята, убираем нахрен все наценки. Уже пытаемся продавать в розницу. А, соответственно, сами дилеры уже и скидочки от себя начинают делать. По некоторым брендам, допустим, там, если не ошибаюсь, Skoda, им приходит ответ, что хрен, мы снижаться в цене не будем, пока продаем так, как продаем. То же самое, например, с BMW. У BMW ситуация такая, что поставок в этом году они не ожидают. То, что им привезли, они пытаются продавать. И политика такова. Будем сидеть, продавать, как они говорят, в коня, то есть с высокими ценами, в надежде на то, что там продали 10 автомобилей хотя бы за месяц богатей. Мы уже все свои потребности в виде зарплаты, аренды и так далее отбили. Трешка сегодня, менеджер рассказывал, что самое доступное, там 318 стоит официально 5500, плюс 30% от дилера они навешивают. Там, короче, трешку можно купить миллионов за 7, наверное. Подчеркиваю, цены у всех могут отличаться. Я вам могу сказать 7, вы найдете дилера, который продаст чуть дешевле или даже дороже. Такое, что вы найдете трешку за 3,5 миллиона, как это было раньше, забудьте. Это, естественно, сказки. Давайте еще немножко подольем масло в огонь на предмет сокращений того, как менеджеры удивились, в кавычках, наверное, не в кавычках, что у них скотское руководство. Если по некоторым автосалонам, руководители отдела продаж, которые точно такая же пешка, только чуть большего звена, еще кое-как пытаются находить общий язык со своим директором, то в некоторых директора такие, которым плевать на все. И вот один менеджер рассказывает, да это вообще просто беспредел на предмет того, что продаж нету, оклада у нас никакого нету, он говорит, мне до работы ехать полтора часа утром, час обратно, плюс 12 часов рабочий день, на все про все уходит 15 часов, и все это за бесплатно, за потенциальную возможность продать автомобиль с конской наценкой. Когда они все понимают, то есть люди занимаются продажами, опыт есть, они видят ситуацию, они слышат людей, которые приходят, которые говорят, вы что, идиоты, что ли, да кому она нужна, там, какая-нибудь Kia Rio с наценкой 700 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Ну, какая бы она ни была, сама цена сейчас на автомобиль очень высокая, разворачиваются и уходят, и они продать ничего не могут. Но есть базовые потребности у многих, у многих кредиты, у многих ипотеки, у многих как минимум нужно платить за бензин, за еду, за квартиру, друзья. А денег нет вообще. У кого-то есть какой-то запас накоплений, они себя чувствуют поспокойнее. Ну, как вы с нами прекрасно знаете, денежки имеют свойство заканчиваться. Вопрос, на какой срок у вас запас этих накоплений? Многие уже начинают альтернативные варианты смотреть по рынку, где, куда пойти работать. Я спрашиваю, куда пойдете, что смотрите? Пока что внятного ответа ни от кого не получил. Потому что действительно в продажах автомобилей, разговаривая с одним менеджером, говорит, у нас в салоне, допустим, если про BMW речь, 150-400, вот такая вот вилка. Хорошие деньги. А сейчас, чтобы хотя бы найти зарплату в 100 тысяч рублей, нужно постараться. Потому что они выходят на рынок, а их там никто не ждет. То есть продажники подобного рода никому не нужны, потому что тачки это дорого. Ну, что ты будешь торговать, чтобы зарабатывать сотку? Хотя бы, подчеркиваю, для них это хотя бы. Поэтому страшно. Ну, а все разговоры с руководством. Внимание. Те, кто говорят, вот у нас лояльные отношения, нас еще держат, нам помогают, нас выстраивают. Вы потерпите немножко. Я ни в коем случае не пытаюсь вас пугать. Я надеюсь, что ваше руководство окажется реально людьми. И будут за вас держаться, вас держать как сотрудников, пытаться находить какие-то варианты. Но, как показывает практика, одни говорили, у нас очень все хорошо, нам помогает руководство. Прошло две недели, трясутся сидят из серии того, что сказали, не продам две машины, уволят. Вот так вот. Все меняется в моменте. Поэтому имейте в виду. Вот. Хорошая тема. Рынок перекупов, включая серых дилеров. Сейчас зачастую, когда я общаюсь с дилерами по регионам, они как один рассказывают. У нас очень хорошие цены. Вот у нас буквально на днях автовоз с Москвы приезжал. 10 машин забрали. Вот мы тебе предлагаем с наценкой 100 тысяч рублей, в которые допы входят. А вот они забрали с наценкой 450 тысяч рублей. И остались от этого дико довольны. Значит, объясняю, ребята. Специально для регионов, для тех, кто не понимает. Хотя они знают, что машина покупается на перепродажу. Это официально все документы. У них юрлицо с акведом на деятельность подобную. Они забирают в два раза дороже, чем физик может забрать. Для чего? Вы что, стали забывать о том, что существуют мошенники и серые автосалоны? Буквально на днях звонит человек, говорит. Дмитрий, мне нужна ваша помощь. Пола хочу купить. Я тут нашел один вариантик. За миллион сорок. Один миллион сорок тысяч рублей. Мне предлагают полу на автомате называть среднюю комплектацию. Которая реально цена порядка двух миллионов рублей. Реально. Вот ее за два миллиона можешь забрать. Вот за миллион сорок мне ее предлагают. Уже кредит одобрен. Кредит мне одобрили на два с половиной миллиона рублей. Я готов машину купить без первоначального взноса. У меня сейчас квартирка продается. И, собственно, потом все это дело закроем. Значит, ребята. Когда вы приходите в какие-то непонятные автосалоны. Если вы не разбираетесь. Автосалон и автосалон. Вы не забывайте, что вас обмануть могут на раз-два. И вот эти варианты, что везде машина стоит миллион семьсот тире два. А вы нашли ее за миллион. Но обязательно нужно купить ее в кредит. Это все вот такая история. И все те, кто покупают эти машины с такой наценкой. Скорее всего, вот дурачкам. По-другому людей уже назвать нельзя. Будут их втютюхивать. Потому что люди сами залазят в интернет. Начинают писать. Купить автомобиль там подешевле. Купить автомобиль со скидкой. Нарываются на эти сайты. Про которые мы ранее уже неоднократно говорили. Снимали, показывали. Но верят в то, что им повезло. Потому что машина 21 года. Она долго стояла. И только здесь и сейчас. В эти выходные. Ты можешь купить, забрать ее. Обязательным условием будет только поле сказки. А мы вам подарим допов вот такой пакет. Приезжаешь. Кредит. И вместо миллиона у тебя кредит на 2,5 миллиона рублей. Вот так вот, пожалуйста. И не забывайте, что сейчас ставки космические. Центральный банк понизил ставку на 2 пункта. Если не ошибаюсь. Или на 3 пункта. Он там стало. Да, 17 процентов стало. Дилеры тоже сделают. Ну, не дилеры, а банки тоже сделают скидку по кредиту. Не скидку, а ставку понизить на 2 пункта примерно. Но в любом случае это будет очень высокая процентная ставка. Поэтому такие суммы, которые берете. Это просто вы отдадите 2 цены за автомобиль. Или ты там, я не знаю, за 5-7 лет, как некоторым нахерачивают. По-другому не скажешь. Там переплата будет. Ну, в итоге отдашь ты 5 миллионов за какой-нибудь поло. Хотя ты думаешь, что ты его покупаешь за 1 миллион рублей. И смех, и грех. Сюда же давайте добавим сразу тему про инвесторов. Тех самых людей, которые специально покупали машину для того, чтобы ее перепродать. Значит, в том числе мне периодически пишут вопрос. Ну что, Машко, как там у вас со скрипкота 10 рапидов? Значит, объясняю. Андрей изначально, покупая эти автомобили, просто зарывал деньги в товар. Он вам рассказывал на своем канале. У нас он говорил, что он купил огромное количество различных строительных материалов. На сегодняшний день, буквально утром, я запросил табличку с розничными ценами от официального дилера. У того самого, где мы покупали автомобили. Какие, по какой цене купили мы. И сколько сегодня официально эта машина стоит. Вот я вам его ввожу на экран. То бишь, в любом случае, на рознице он уже плюс-минус зарабатывает. Вопрос. Кому он их продаст? Сегодня, я уверен, что если их выставить по этим розничным ценам, спрос будет нулевой. Ну, конкретно вот сейчас в апреле, потому что везде все стоит. В перспективу, что там будет через полгода-год, вот это покажет время. У него изначально, как я понимаю, он и хотел. Как бы не сразу там через неделю, через две продать. А чтоб они стояли, а потом в дальнейшем как-то удачно их реализовать. В том числе я говорил, что можно их там попробовать под какую-то коммерческую деятельность машины перевезти. Крайняк это как раз тем самым каким-то там перекупом еще что-то продать. Они купят. Они купят с удовольствием. Потом втютюхают их по полной программе. Поэтому в этом плане переживать тем, кто прям переживает за миллиардера. Мол, купил машины, а они сейчас не продаются. Ребята, переживайте лучше себя за себя. Поэтому злорастовать и что одни купили машину продать не могут, для них, для всех это урок будет. В любом случае они свои деньги пока что никто никак не теряет. Потому что, например, один перекуп мне пишется, пытается полу продать. Сначала мне он предлагал помочь ему продать за миллион семьсот пятьдесят. Потом миллион семьсот. В итоге последний раз то, что он писал, была цена миллион пятьсот шестьдесят. Я говорю, за сколько ты его купил? За миллион триста. То есть, в любом случае, когда-то он дойдет до цены, я не знаю, миллион четыреста пятьдесят, возможно, опустится. И кто-то ее купит. При каких-то копейках он останется. Но за миллион триста летом он в любом случае кому-то сольет. Поэтому в деньгах-то особо не потеряет. То есть, самое главное, как говорится, в ноль выйти, чтобы не остаться с голой попой. Поэтому картина такая, что все вот эти машины купленные, здесь важно не вот через неделю получить сразу пятьсот тысяч, как мне кажется. Кто рассчитывал на это, ну вот, они с такой вот фигой сидят и облизывают, нюхают, а она ничем не пахнет. Поэтому в лучшем случае это как раз, когда уже будет дефицит с автомобилями реальным. Потому что Skoda прогуляет, мы там ничего не будем производить. Но посмотрим. Пусть хотя бы там три-шесть месяцев пройдет, и вот тогда уже будет ясно. Пока что, краткий итог, все сосут лапу. Никому их машины, купленные на перепродажу, не нужны. А те, кому удается продать, они дико счастливы, что ес, ес, нашелся человек, и я ее скинул. Друзья, еще раз хочу вам напомнить, что введу канал на Яндекс.Дзен, есть на Рутубе, куда не очень хочется переходить, но он есть. Есть телеграм-канал, обязательно по ссылочкам в первом закрепленном комментарии подпишитесь. Сделать это элементарно, телефон взяли, тык-тык-тык. Если что-то случится с Ютубом, как говорят, все можно будет смотреть дальше через VPN, и это легально. Мало ли, кому-то из вас удобнее смотреть на открытых источниках, куда не нужно подключаться через VPN, буду там дублировать все ролики. Поэтому деятельность свою буду продолжать, все будет хорошо, и будем жить дальше. Значит, что с запчастями? Вот хороший вопрос. Как показывает практика, общаясь с людьми, кто занимается поставками запчастей, подчеркиваю, для официальных дилеров такие люди есть. У дилеров, как показывает практика, запчасти есть. Они не в огромном количестве. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но понимая, что логистика рушится, они эти запчасти придерживают и продают их с бешеной наценкой. У меня есть друг Александр, на который я периодически оставляю контакты по запчастям. Мы с ним как-то даже снимали сюжет с фильтрами, мы их резали, разбирали аналоги, оригиналы, смотрели в чем разница. Я ему предложил в конце этого месяца заснять сюжет в конце апреля, где он расскажет, что происходит с запчастями по корейцам, по немцам, по лагу. Ну, в общем, по всем направлениям, с кем он работает. Потому что буквально на днях мы с ним встречались, он говорит, очень много приходит на рынок подделок. Логистические цепочки выстраиваются. То есть, на сегодняшний день, говорит, можно заказать абсолютно любую запчасть. Вопрос цены и вопрос того, точно ли ты получишь обещанный оригинал, если ты хочешь оригинал. Аналогов полно. Приходит фильтр, он говорит, показывает мне фильтр на Volkswagen. Он говорит, вот коробка, да, оригинал, говорят ему. Но по факту он говорит, я знаю, что в этой коробке их не выпускают уже три года, у них сменилась упаковка. Поэтому это 100% подделка. И он видит там, ну, человек занимается, он уже прям показывает. Ну, видно, что подделка, что это не оригинал. Поэтому, ребята, с одной стороны, новость хорошая, что запчасти нарыть можно. Новость плохая, что это будет либо дорого, либо это будет сильно плохая подделка. Но третья новость, то, что если разбираешься, посмотреть, смотря что нужно, плюс-минус найти можно. Все сейчас больше переживают за комплекты для ТО. Это, видимо, масел. Потому что, ну, залить херовое масло в мотор, вот это самое страшное. Стуканет, встанет, все. А мотор, сами понимаете, ремонт или там покупать новый или контрактный. Но это совсем другие деньги. Поэтому запишем обязательно сюжет с человеком, который этим профессионально занимается. Если вы этим тоже занимаетесь. Не в том ключе, что вы купили, продали. Там, не знаю, может, у вас склад какой-то свой, к руководству иметь. Может, вы поставки делаете, как раз там находите эти обходные пути в Россию. Ну, то есть, с глобальной точки зрения, пишите обязательно на почту все контакты со мной. Захотите анонимно, захотите там, пожалуйста, встретимся. Или там запишите, расскажете людям, что происходит в реале. Чтобы народ знал, так сказать, правду. Не вот эти вот догадки, а реальную информацию. Еще про вторичку. Значит, в силу того, что цены на новые автомобили выросли, народ, естественно, поглядывая на новые машины, почесывая себе бороду, думает, ля, так это же моя машина теперь тоже в цене выросла. Я теперь должен ее продавать там не за 2 миллиона, а за 7. Потому что новая такая 15 стоит. Значит, в последнем ролике я вам показывал скрин с автору. Я ее регулярно привожу в пример. И там самая первая висела BMW X6 2018 или 2019 года. С пробегом там около 30 или 40 тысяч километров по цене 23 миллиона рублей. Значит, на самом деле, объясняю, что это вообще такое. Это нереальное объявление. Это специально так делают перекупы. Мне об этом рассказал один товарищ. Видимо, как раз такой деятельностью и занимается. Я зашел, увидел там буквально 2 фотографии и корявое описание в 5 слов. Машина, новый, не бит, не крашен. И даже одно слово он не дописал. То бишь, так вот на отвале написано. Для чего это делают? Это делают для того, чтобы график средней цены поднять. Вы заходите, например, и смотрите X6 за 7 миллионов. Да, вторичку, предыдущий кузов. И вам там автору тоже самое пишет. Очень высокая цена или хорошая цена, лучшая цена. Условно, у них там есть свои обозначения. И вот они специально закидывают пару объяв по 18, по 23 миллиона. Для того, чтобы когда ты будешь смотреть BMW за 8 миллионов. Он тебе говорил, что хорошая цена, классная, средняя. Вот для чего это делают. То, что кто-то купит эту машину за 23 миллиона, ну, я даже готов поспорить, что таких идиотов в нашей стране нет. Потому что за 23 миллиона можно купить, ну, имея 23 миллиона, можно купить себе новый BMW X6 в новом кузове. Гораздо богаче комплектацию за 16 миллионов, а то и 15 миллионов рублей. И можно еще купить однокомнатную квартиру в Москве. А не вот эту вот балалайку за 23. Поэтому логика здесь ясна, что это просто так, вот для того, чтобы поднять цифры. То же самое со многими людьми, кто вторичку постоянно пишет. Дмитрий, хочу к вам обратиться для того, чтобы продать свою машину. Ребята, поймите. Ваши шушайки по тем ценам, которые вы там за них себе в голове нарисовали, глядя на других дураков, они никому не нужны. Никто не будет покупать машину, которую вы... Как вот я, например, купил себе BMW 16-го года, в 19-м году, за миллион 700 сегодня, если я его захочу продать за 3500, где я такого идиота найду? Ну, вы поймите, чудес не бывает, никто не будет их покупать. Соответственно, да, цена выросла на вторичку, но нужно просто подождать, пока все придут в себя и поймут, что по тем ценам, по которым они хотят, покупать никто не будет. Вот сейчас, общаясь с подборщиками, многие жалуются, что приезжаешь к человеку, а он стоит, курит и в ее, в грубой форме. Вот такая цена, иди посмотри, по о чем новое, начинают рассказывать, а ты знаешь то, а ты знаешь это. Да вот я посижу, да я с продажей не тороплюсь, не торопись, будешь продавать ее. А продашь ее ровно в тот момент, когда цена упадет до реальной рыночной цены, а не такой, которую ты хочешь. Извиняюсь, глотну, но вы этого не увидите. Поэтому, вот такая картина со вторичкой, здесь важно понимать, для чего вы машину свою продаете. Если вы продаете свою машину, на что вы рассчитываете? Вы продали, хорошо, дальше что вы будете? Новую покупать? Просто нужно смотреть, взвешивать. Бывает ситуация, когда у человека есть прям миллион рублей, да, и он говорит, типа, ну вот я готов миллион доплатить. И когда совпало так, что, например, он нашел автомобиль, который ему подходит по той цене, которая его устраивает, при этом есть кому спульнуть свой автомобиль. Если так совпало все, ну это шикарно. Но таких ситуаций, на самом деле, очень мало. Поэтому зачастую люди приходят, сдают в трейдин, если хорошая оценка. По регионам плюс-минус бывает, естественно, выше оценка, чем в Москве. Но все зависит от того, какая машина. Например, в некоторых регионах, когда им присылаешь на трейдин какую-нибудь BMW дорогую, там, я не знаю, там, тот же самый X5 или X6. Они говорят, да нахрен она нам нужен. Мы здесь эту машину никому не продадим. Она у нас висеть будет очень долго. А когда туда приходит какой-нибудь Солярис на трейдинчик, Рапид, такие машины востребуют. Они говорят, о, вот это давай, это мы и продадим быстро, и еще и заработаем. Поэтому там найти общий знаменатель можно. Поэтому, ребята, вот такая реальная картина на рынке. Подводя итог, однозначно сосут по полной программе лапу. Руководство пока что где-то там летает в облаках. Многие понабрали себе, отпуская серии. Ну, пока отдохнем, а там прилетим, посмотрим. Наверняка они в Дубае шатаются, кушают крабов с видом на Бурж-Халифа. А менеджеры просто-напросто потихоньку переходят в депрессию. Особенно те, у кого кредиты, долги. Так как раньше зарабатывали, была стабильность. Народ постоянно приходил, покупал, а сейчас хрен. Многих сокращают, многих увольняют. Ситуация вообще просто доходит до абсурда. Вот знакомого менеджера уволили за то, что он выдал человеку машину. Согласовали ему условия. Потом руководство вышестоящее, подчеркиваю, сказало, что надо ее с плюс 300 тысяч продать. А он этого сделать не успел, потому что уже вроде согласовали, и он ее выдал. И ему там, мол, ты там давай что-то решай, откатывай сделку назад. Он говорит, да как уже все? И говорит, ну тогда увольняем тебя, потому что мы с этим мириться не собираемся. При этом, пока они там принимали решение, он продает другой автомобиль, где нужно было сделать доход миллион, а он его сделал миллион четыреста. Казалось бы, отбил эти 300, еще и сотку сверху вам принес. Не, все уходит. И это реальная история, ребята. Это не выдумки, это реальность. Поэтому я говорю, там вот сидят идиоты, которые зажрались настолько, что просто-напросто удивляешься этому. Поэтому вот, пожалуйста, все те, кто работают в продажах менеджерами, имейте в виду, что скоро докатится это и до вас, если у вас в руководстве висят подобные люди. А там с большой вероятностью сидят жадные коты, которым нужны только бабки. А на вашу жизнь, на ваши личные проблемы им плевать абсолютно. Вы уйдете, придут другие на ваше место и будут бегать, прыгать за бесплатным, пытаясь продать хоть какую-то машину, чтобы хоть что-то заработать. Потому что у всех ситуации в жизни разные. Что будет дальше, покажет время. И это будет в следующем выпуске, который запланирует нас на конец месяца. Напоминаю, что у нас был шикарный спонсор выпуска, успешный посредник Евгений, который ждет вас по ссылочке в описании. Также телеграм-канала тоже ждет вас по ссылочке в описании в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь, следите за ценами, присылайте все ваши предложения на WhatsApp. Будем смотреть, считать и работать. Всем до новых встреч. Пока-пока.